1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение, которое согласно одобренному в августе прошлого года решению 15-го саммита БРИКС, теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. В Тверском государственном университете в этот вторник состоялся День молодежи БРИКС. В рамках презентации Тверского этапа международной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». Наша съемочная группа узнала, как реализуется российский этап этой программы и какие важные решения приняты в рамках встречи в Тверском госуниверситете. «Народы БРИКС выбирают жизнь» — это международная социально-культурная программа, первым регионным участником которой после Москвы стала Тверь. Образовательная деловая часть программы посвящена 550-летию путешествия памяти тверского купца Афанасия Никитина — 70-летие установления торговых отношений между Россией и Индией. Символично, что в эти дни возле памятника Афанасию Никитину состоялась торжественная акция «Афанасий Никитин. От Волги до Ганга» с участием школьников и студентов. «Уютный город, люди очень добродушные, гостеприимные. Твер мне нравится». Участниками презентации Тверского этапа программы «День молодёжи БРИКС» в Тверском госуниверситете стали почётные гости из Москвы и российско-индийской делегации преподавателей и студенты. Встретили гостей по старой доброй русской традиции в Тверском государственном университете. «Мы приветствуем вас по традиционному порядку, по старым нашим обычаям, которые мы храним и бережём. Добро пожаловать в Тверское государственное университет. Хлеб да соль. Просьба ответить». Как известно, страны БРИКС активно поддерживают обмен студентами и учёными между своими университетами и научными институтами. Это позволяет получить доступ к различным образовательным программам, исследованиям, а также расширить свои знания и опыт. «Во всех сферах экономической деятельности, гуманитарной политики в Российской Федерации наметился устойчивый тренд на укрепление и развитие сотрудничества. Министерство просвещения Российской Федерации не исключение. Мы последние годы самым активным образом разворачиваем международную повестку с точки зрения обмена опытом и технологиями, которые существуют в системах образования различных государств. Точно так же, как и возможность поделиться своими наработками». Перспективы сотрудничества в сфере образования науки в рамках БРИКС огромны. Россия, как председатель в объединении БРИКС в 2024 году и Тверская область, как участник программы, ориентируется на позитивное и созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами и научными объединениями. «Мы рады стать площадкой для общения. Человеческое общение – это важно. Это тот ключ, который откроет любые замки, даже те, которые некоторые круги стараются закрыть. И мы готовы познакомить с российскими традициями, хранителем которых является Тверской государственный университет. Мы готовы познакомить с традициями Тверского края, края великого князя Михаила Тверского, края княгини Анны Кашинской, края Афанасии Никитина, который, собственно говоря, и открыл великую индийскую цивилизацию для Руси в своё время». Цифровое образование становится всё более популярным в мире и БРИКС не исключение. Страны активно разрабатывают, внедряют цифровые образовательные ресурсы, онлайн-курсы, платформы для обучения на дистанции. Это не только. Особую роль играет общение, объединение людей. Твер для нас, Иди, является ключевым городом в России. Помимо Москвы, в Москве у нас в Казахстане, в второй статусе Твер. Поэтому я очень рад оказаться среди вас. И поэтому ещё раз благодарю вас, что красные награды площадки, чтобы с вами встретиться и поговорить. Спасибо. Зарубежные гости чётко следуют позиции отца индийской нации. Махатма Ганди, который говорил, что функция практики дороже проповедей. В знак уважения к индийским традициям и великому учителю в госуниверситете организовали выставку «Лев Толстой и Махатма Ганди. Уникальное наследие», иллюстрирующую знаменитую переписку великих гуманистов. Важным шагом в подтверждение этой мысли является подписание соглашения сообщественной организацией BRICS «Мир традиций» о сотрудничестве, включая работу по налаживанию контакта между тверскими и мумбайскими учебными заведениями. Программа пребывания делегаций в Твери рассчитана до 30 июня. О том, какие перспективные будут приняты решения в рамках визита, зрители канала узнают одними из первых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова